Всем привет, с вами Viva La Cloud, сейчас мы на Gasgolder Live, где достаточно много маленьких и больших стендов паракультуры. На самом деле сразу к Роме, Рома нам все расскажет. Привет! Скажи, как так получилось? Gasgolder, парк культуры, дай небольшую предысторию нам. Расскажи, как все это вместе так слилось? Слушай, ну это все спасибо Васе Вапленко. Ему это стало интересно точно так же и он посчитал, что люди должны быть больше осведомлены о том, что такое вообще вейпинг и это не зажатая какая-то кучка людей. Это доступная вещь каждому и это вкусно и это круто. Слушай, ну я с тобой абсолютно согласен, я действительно рад, что на таком большом событии присутствует вейпинг и в лице паракультуры, потому что я реально прошелся по всем стендам и я вижу, что каждый из Вас, кто стоит за барной стойкой, он реально подробно всем все объясняет. Вот, сейчас я видел, как к тебе подошел мужчина, да, взял себе dotbox, petrol, RDA. Да, да, и ты ему прямо здесь поставил намоточку, подготовленный к леккану эти PISCORTS, да. Ну конечно, мы просто подумали, что людям будет гораздо удобней определиться с выбором девайса и не стоять, ждать, пока это все приготовится, это время и так далее. А человеку мы сможем просто за одну-две минуты сделать хороший касательный call и он уже через минуту будет довольствоваться. Не, это реально очень круто, потому что я вообще представлял себе как, если, я когда сюда ехал, думал, что будет очень много стартер-клитов, ну потому что люди новые, да, то есть приходят, думают, блин, а что это такое, подходят, узнают, допустим, какие-нибудь kanji или, да, сап-боксы, например, или топ-боксы, вот, и что будут, ну, они будут продаваться, а я смотрю, у Вас так хорошо все идет, именно уже с проблемами. На самом деле, все руководство село, подумало и пришли к тому, что, ну, все знают, что есть в вейпинге такая тема, как платное обучение. И покупать игрушку и через неделю злиться о том, что тебе надо все-таки пойти закупить более крутой девайс, более функциональный, ну, это, скажем так, вчерашний день, да, послал вчерашнего дня. На самом деле, гораздо приятнее человеку предлагать, гораздо, ну, проще объяснять, что это такое и насколько это классно и вкусно, когда ты предлагаешься реально настоящие вещи, хорошие. Один раз объяснил, один раз показал, дал попробовать там или еще что-то, человек понимает, что это и как это, и он с первого раза понимает, он берет свое. Это круто. Игрушка, которую можно под себя настроить. Да, да. Ну, наверное, с механическими модами все-таки немножко по-другому, да, вот с аребатами довольно круто. Ты знаешь, на данный момент мы очень плотно занялись этим моментом и полностью весь персонал в нашей компании «Парк Культуры» и, конечно, через первые минуты знакомства с людьми, человеку может объяснить, что такое мехмот и как им пользоваться. И мы не закрываем возможность о том, что механический мод может быть первой игрушкой для человека. Самое главное – это объяснить и правильно ответить и поднести. Если человек не готов, мы видим, что он не готов, мы это откладываем в стороны. Я понял. Потому что безопасность, она должна быть безопасной. Нет, здорово, что вы можете настолько подробно объяснить, чтобы человек действительно понял это. Даже здорово. Слушай, расскажи, пожалуйста, я сегодня на выставке увидел огромное количество у вас интересных девайсов. Скажи, что таково крупового привезли. На выставке, на горловую привычку. Да, да. Привычка просто такая. Ну, я заберу с радости и похвастаюсь, потому что мы единственные в мире для кого «Кеннеди Вейпер» сделали спецзаказ. Этого они никогда никому не делали. У нас уже есть в камуфляжном цвете «Кеннеди Вейпер». Это специальный спецзаказ под Манхэттен. То есть, давай на секунду на друге, как это выглядит. Слушай, это шикарный спецзак. Да, да. Это очень круто. Выглядит просто так. Да. Они есть под 24 миллиметра «Кеннеди Вейпер». Да. Они тоже есть разноцветные. 24 миллиметра. Специально под… Мы первые, кто привезли Хигсон третьей версии. И то, что так же с «Кеннеди» то раз такое дело пошло. Мы заказали специально под цвета Хигсона. Это очень круто. То есть, вы из России могли убедить «Кеннеди» в том, чтобы они сделали разноцветные… Да. Блин, это здорово. Это реально круто, потому что сейчас все больше… Мы первые, кто привезли 25-ю «Кеннеди» у нас есть. Это огонь. Это очень… Обязательно рассмотрим ее чуть позже подробнее. Давай. Да. Почему нет? Надеюсь. Слушай, сколько вообще по твоим ощущениям, да, вы за сегодняшний день людей пересадили на «Вейд»? То есть, сколько к вам людей подошли такие… Блин, а что это такое? Я вот курю, хочу попробовать. Сколько там? Смотри. Лично я вот сегодня… Четыре человека купили девайс. И… Да. Четыре человека решили то, что да, это мое. Очень. Но я не почитаю. Четыре человека, наверное, 15-20. Вот только на этом сцене. Люди пришли и сказали «Так, я понял. Давайте адрес. Где он? Куда? Меня нужно… Нормально». Я сегодня пришел гудить. Я с простыми карманами. Я даже телефон выложил. Потому что я все-таки буду тусить. Я приду к вам. В общем, это действительно очень круто. Мы очень рады, что на таком моменте вы присутствуете. Потому что Клайл просто присутствует в моем. Так и куча людей узнает об этом. Огромное спасибо вам. Потому что это очень важно. И я думаю, еще не раз увидимся. Я очень надеюсь. Рассудствую к вам. Рассудствую к вам. А еще у вас, друзья. Спасибо. 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 Ну что, с вами были ребята. Подписывайтесь на все, что с вами сделают на YouTube, VK, Instagram, Periscope. В общем, все, что вы только найдете. И оставайтесь с нами.